Ага, да. Доброе утро, уважаемые слушатели. Сегодня у нас с вами очередная встреча. Сегодняшний день мы посвятим информации о том, что такое исторический проект и как работать над проектом на Олимпиаде по истории. Это очень важный материал, а сам вид работы не только важный, но и трудный, едва ли не самый трудный во всей Олимпиаде. Поэтому мы обсудим сегодня некоторые вопросы, то есть план наш будет выглядеть так. Сначала, что такое проект по истории, потом какова его структура, затем какие проекты бывают вообще, тематика, задания проекта. И посмотрим очень коротко, оценочно, критерии оценки проекта. Эти критерии рассылаются экспертам, составляют их организаторы Олимпиады. Следующий пятый пункт нашей работы будет касаться того, как работать над самим проектом, как над введением работать, как над характеристикой источника, как работать в основной части и в итоговой части. Затем очень коротко типичные ошибки и очень небольшая часть – это рекомендации по работе над проектом типа памятки. Вот самое главное, не все, а самое главное. А многие рекомендации вы услышите прям по ходу работы. Итак, давайте приступаем к серьезной, вдумчивой, важной, нужной работе. Первое. Что такое проект по истории? Бывалые олимпиадники говорят, что по работе над проектом можно судить, историк ли вы по мышлению. Почему же? Почему, если мы пишем проект и пишем его хорошо, более чем хорошо, то можно сказать, что мы настоящие историки? Итак, исторический проект – это сочинение, но сочинение на основе анализа источника. Участникам предлагаются источники, их, как правило, несколько в 10-11 классах и, может быть, чуть короче, может быть, один, может быть, два, ну, один чаще в 9 классе. То есть 9, 10, 11 классы работают над проектом, но они у них несколько разные по объему. Организаторы олимпиад говорят, что из большого объема информации, то есть когда несколько источников, много, 5, 6, больше, обязательно можно выудить что-то значимое и как бы получить высокий балл. А вот в 9 классе дают не очень много информации и вполне вероятно, что им труднее работать. Но этот вопрос спорный. Часто темы проектов совпадают для 9, 10, 11 классов. Они различаются по объемам. Иногда они просто разные, на разные темы. Итак, исторический проект, это сочинение на основе анализа источника, дается несколько источников. От одного до, бывает даже 5, 7, 4 источника. Участникам дают примерный план работы. Этот план должен строго соблюдаться, строго. Пункты этого плана должны быть записаны в вашей работе. Под каждым пунктом должен быть материал, раскрывающий этот пункт. Значит, сочинение проект раскрывает тему на основе анализа источника. Задание это трудозатратное, протяженное по времени, но велик и его вес. 50 баллов. 50 баллов это очень много, так же, как за эссе. И понятно, что если эта работа будет написана на высоком уровне, вы приближаетесь к победе в Олимпиаде, к тому, чтобы получить максимальное количество баллов. Нужны ли какие-то особые, запредельные знания иметь для того, чтобы написать проект? Организаторы Олимпиады отвечают нет. Они говорят вполне достаточно начитанности, ну, эрудиции. Дальше. Именно любви к предмету и обычного общеучебного метаумения. Умение излагать свои мысли. Ну, кроме начитанности любви к предмету, умения излагать свои мысли, важно, конечно, иметь навыки анализа, аналитического мышления, критического мышления. Это тоже пригодится при написании проекта. Но все эти, как бы, качества, они уже есть у участника Олимпиады. Нужно определенным образом распорядиться этими качествами для того, чтобы выполнить такое трудное задание. Часто проект и эссе сравнивают. Общий вывод, что проект и эссе это антагонисты. Историческая наука, она имеет как бы две ипостаси. Одна ипостаси – это получение нового знания о истории. Формирование нового знания. Именно этим, ну, конечно, в учебных условиях занимаются те, кто пишет исторический проект. А вторая ипостаси – это обобщение полученных новых знаний, осмысление уже известного о прошлом и в определенной форме выражения этого знания. Итак, два задания – сочинение и проект. Они показывают путь работы историка. Он получает новые знания в разного вида источниках, накапливает эти знания и обобщает их, может написать какую-то обобщающую работу. Значит, мы можем привести слова одного из ученых, что большое открытие в науке отличается от того, чтобы хорошо решить олимпиадную задачу только временем. На олимпиаде на это уходит несколько часов, а крупный научный результат требует иногда несколько лет. А аналогичная работа – выявление нового знания. Самый первый проект появился на региональном этапе олимпиады в 2010 году. И целью было усилить исследовательский элемент, именно учить исследованию исторических источников. Что же хотели проследить организаторы? В какой-то степени это было похоже на эксперимент. Были поставлены две задачи и отслежен результат. Достигнут этот результат или нет? Смотрите, цель была такая, насколько вдумчиво школьники умеют читать и комментировать документы. Это первая цель выяснить. И второе, могут ли они извлекать из источника информацию, которая шире объема их памяти, важнее и шире объема их памяти. Значит, оказалось, что да, ученики смогли это сделать. И поэтому стали разрабатывать новые материалы для проектов организаторы и предлагать их на региональном и заключительном этапах олимпиады для школьников. Дело в том, что не просто заучивать материал, а именно исследовать материал, критично его исследовать аналитически. Это важно, потому что бывает так, что школьники считают, что история это просто какой-то справочник, материалы по разным эпохам или даже хронологическая таблица. И даже у современных взрослых уже людей, иногда говоря с ними по материалам истории, они, ах, это все даты, даты. И я уже цитировала вам зимой слова Аркадия Оверченко, где один из героев говорит, история народов преподается вами как какое-то расписание поездов. Да, это имеет место, даты учат, даты спрашивают, но это не вся история. Некоторые понимают историю как разновидность краснобайства. И поэтому источник для них, вот и работа с источниками на проекте является очень страшным, главным кошмаром олимпиады. То есть нельзя просто так поговорить, заняться демагогией, красивой, возможно, потому что источник этого не позволит, работа над проектом этого не позволит. Значит, работа над проектом максимально близко стоит к работе профессионального ученого. И поэтому это сложно для участников. Чаще всего ученые и, простите, участники читают обобщающие работы. Это, ну, например, учебник. Но проект не похож на это. Он именно, участник анализирует источники, получает ответ на конкретный очень узкий вопрос. И потом результаты частных исследований синтезируются в обобщающих работах. Значит, работа над источником не репродуктивная. Это не воспроизведение того, что вы помните в критическом или осознанном виде. Нет. Дело в том, что источник – это получение нового знания, а не воспроизведение уже полученного знания. Вы в работе абсолютно самостоятельно узнаете что-то новое и в этих материалах, сохранивших для нас информацию о прошлом, вычленяете это и записываете в своей работе. А выводы должны абсолютно ясно и однозначно следовать из материала, который вы анализируете. Кроме того, эти выводы могут совпадать или не совпадать с тем, что вам известно. То есть их надо соотнести с современными научными знаниями о той эпохе и не только о всей эпохе, а именно об этом аспекте, об этой грани, об этой части жизни общества. Значит, если работа дополняет наши какие-то знания, об этом вы говорите в выводах в проекте. Если какие-то знания несколько корректируются, об этом вы тоже говорите в выводе. То есть надо уметь соотносить то, что вы знаете и то новое, что вы получаете из источника. Значит, получается, что проект это не рассказ о том, значит, что вы считаете нужным рассказать. Ну, например, ваша работа с цитатой в историческом эссе. Это, скорее всего, можно назвать описанием проделанной работы. То есть я поставил такую-то цель. Передо мной такие-то источники. Я их характеризую. Каждый источник после характеристики становится это понятно. Может дать мне какую-то частичку знания о реальности прошлого. Я эти частички выловлю. Я их сформулирую. Я их расположу определенным образом, проанализирую. И я сформулирую какое-то новое знание. Конечно, вы находитесь в лабораторных условиях. То есть это не чистая наука. Тему вам уже дали. То есть это сам проект. Она там записана. Исходные данные вам уже подобрали. Это от одного до трех-пяти документов, которые уже обработали и вам дали. Вы не сами их выбирали. Вам точно известно, что проблему решить можно на основании этих источников. То есть у вас нет тупика. Вам не приходится отказываться от этих источников и искать другие для того, чтобы каким-то образом решить вашу проблему. Понятно, что все выводы, которые вы сделаете в работе, они не являются объективно новыми. Они субъективно новые. И дело в том, что даже эти выводы вообще известны акторам самих заданий. Эти выводы ими уже сделаны. Эти выводы даже в какой-то степени просматриваются, если вы посмотрите на план работы. И даже в плане работы тот пункт, который больше всего по разболовке весит, он, видимо, для вас и будет самым важным. Вы ему уделите самое большое внимание. И все-таки, все-таки в основе работы над проектом ваша личная, самостоятельная интерпретация данных, а не повторение того, что вы выучили, учебник, монографии, непредъявление в чистом виде ваших знаний, эрудиции. Здесь намного сложнее. Итак, вы в работе над проектом не рассказываете, что и как происходило. Вы рассказываете о том, что и как удалось узнать. То есть описываете проделанную работу. Значит, что вы узнали, каким способом вы узнали, какой источник вы проанализировали, откуда, достоверен он или нет. Если недостоверен, то как это влияет на то знание, которое вы получаете. Или для вас важна сама недостоверность, что появился такой источник. Итак, мы поняли. Вы рассказываете о том, что вы узнали на основании источников и каким образом. Дальше. Что касается речевого оформления работы. Научная речь здесь должна быть очень строгой и сдержанной. Она используется, речь, не для ваших эмоций, не для выражения ваших эмоций, не для того, что вы чувствуете по поводу документов. Она используется для корректного, строгого описания полученных результатов. Потому что тот, кто будет читать конкретно этот проект и вашу научную работу, если вы будете ею заниматься, он ищет в ней знания, а не нравоучения. Ему нужна информация, а не вода. Значит, ничто не мешает вашей речи быть красивой, образной. Вы знаете, как прекрасно писали лучшие историки прошлого, Василий Осипович Ключевский, например, лекции Тимофея Грановского, другие. Они делали свои работы, считающимися на одном дыхании. То есть речь может быть образной, но она должна быть строгой и описывать последовательность ваших действий. Есть еще одна особенность проекта. Это не вариативное задание. Тема одна. Вы не можете выбрать из двух, трех, пяти, как в сочинении. Значит, даже если интерес для вас представляет один период истории, проект может быть совершенно из другого периода. Поэтому к проекту нельзя подготовиться, как, например, к контрольной работе. Все те факты, которых нет в учебниках и в общеизвестных, широко известных работах, вам дадут в самом задании. Часто бывает много сносок, семь, десять, больше сносок. Нужно просто правильно ими воспользоваться. То есть понять, что значит тот или иной термин. В соответствии с этим пониманием разобраться в том, о чем этот источник. Подумать над ним и сделать свои выводы. Дальше. План, конечно, носит рекомендательный характер. Но все-таки он достаточно жесткий. Вы немного можете выйти за него, за этот план. Но имеет ли это смысл? Вы можете больше внимания уделить введению, а на остальные пункты плана вам может просто не хватить времени. Поэтому все-таки лучше его придерживаться. В зависимости от того, сколько пунктов плана предлагают вам организаторы, а их бывает от четырех где-то, ну для десятых, одиннадцатых классов и семь, восемь даже бывает. Некоторые из этих пунктов плана алгоритмичны, во всех проектах повторяются, а в основной части они, конечно, различны. Значит, вы примерно планируете, какое время вы уделяете каждому из пунктов плана и таким образом ваши примерно полтора часа, они должны распределиться на чтение документов, на работу над ними, на чтение, конечно, с карандашом, на черновые записи и на оформление. Поэтому лишнего в проекте, может быть, не имеет смысла писать. Теперь вы в работе не можете не проявить эрудиции. Невозможно написать проект без обширного дополнительного чтения в школе. То есть больше возможно, чем учебника. Ну и, конечно, невозможно написать проект, если у вас нет навыка аналитического и критического мышления. Вы можете познакомиться с тем, как писать проекты в той работе, о которой я вам говорила. Это работа Хитрова и соавторов. Она называется, вот вы видите, исторический проект. Поскольку у вас уже есть, зимой мы давали эти данные, вы можете посмотреть конкретные выходные данные и кто другие авторы. Очень подробная, интересная работа и очень помогает поработать вам с проектом. В ней есть и воспоминания бывалых олимпиадников. И она хороша тем, что есть введение, что такое проект. Даны темы проектов, которые были на олимпиадах. Даны работы учащихся и некоторые тексты проекта. То есть для того, чтобы подготовиться к олимпиаде, можно иметь, в интернете есть эта работа, вот работу Хитрова. Там найдете почти все, что потребуется для успешного написания проекта. Ну и, конечно, ваша личная работа, кроме чтения материалов. Это все, что касается вашей эрудиции, вашей работы над собой, все это поможет. Мы рассмотрели вопрос о том, что такое проект и теперь структура. Структура проекта. Проект пишется по плану. План обязателен. Пункты должны быть переписаны в текст вашей работы. И для каждого проекта план уникален. Хотя некоторые пункты, я уже говорила, алгоритмичные, они повторяются. Значит, что повторяется? Любой проект на любую тему начинается с введения. Введение объясняется, какая будет решаться проблема. То есть определяется тезис. Ну, в самом названии проекта видна тема проекта. Дальше. Характеристика источников. Это обязательно для любого проекта. То есть именно из источников вы возьмете материал для работы. И в этой части вы объясняете, какие возможности для решения проблемы, названной вами в введении, эти источники дают. Следующая общая часть, она называется основная. В плане она представлена несколькими пунктами. Обычно три, бывают четыре, бывают два. Значит, в основной части вы анализируете источники. То есть не даете им характеристику, что было до этой части. А именно анализировать нужно последовательно, в хронологическом порядке. Что такое анализ, вы знаете, не напоминаю. Четвертое, что в любом проекте необходимо, это заключение. То есть логика проекта, введение, характеристика источников, основная часть ответа на вопросы, анализ этих источников, выводы, то есть заключение. Какие же темы проектов были на разных олимпиадах? Весной, вот зимой и весной я вам называла некоторые, но напомню еще раз. Например, одна из версий смуты, рассказанная ее участниками. Это тема проекта. А к ней, к этой теме, план работы составлял пять наименований. Первое, постановка проблемы в обведении, характеристика источника. Дальше, с позиции каких людей, сторонников политических сил, каких ведется повествование, кому симпатизировали рассказчики, анализ событий смуты и, наконец, выводы. Самая большая разболовка, большое количество баллов, 15 в третьем вопросе. Этот вопрос рассматриваться должен во второй части. 15 баллов за то, что вы из представленных вам документов выясните сторонников, сторонники каких политических сил рассказывают о событиях смуты. Я не останавливаюсь подробно, потому что мы говорили об этом. Например, вторая тема. Российская политика в Иране. 20-30 годы 18 века. Здесь тоже пять заданий. Постановка проблемы. Дальше, характеристика документов. Самый большой вес имеет третий пункт, 15 баллов. Анализ целей, которые преследовала Россия в Иране. Дальше, анализ различий между договорами, 15 баллов. Ну и выводы. Выводы 5 баллов. Значит, мы видим, что структура работы не меняется. Меняется наполнение основной части. И вы делаете действия, знакомые вам. Например, анализируете документ, даете характеристику документа. Но эти документы разные. То есть это ваше универсальное умение, метаумение. Анализировать исторический документ. Дальше. Где вы можете посмотреть остальные темы проектов? Еще раз вам говорю, это вот эта работа. И в конце есть приложение. Даны названия всех проектов и даны годы, когда этими проектами занимались олимпиадники. Проектов достаточно много, потому что с 2010 года на региональном и на заключительном этапах олимпиады эти проекты были представлены. Таким образом, их уже больше 20. Это настолько широкое поле для практики, что вполне достаточно для того, чтобы подготовиться к работе вашей. Каждый раз, когда проходит олимпиада, вы можете найти в интернете все задания, ключи к ним. И даже бывает, ну, те, кто умеют это находить, можно выудить и сами работы опубликованные. И посмотреть по метке на полях, какие делали эксперты, проверяющие эти работы. В частности, в интернете выложены практически все сочинения эссе 2019 года, работа над заданиями и ряд работ над проектами. И вы сможете увидеть саму кухню, как это работает и как это проверяется. А теперь мы переходим к следующему пункту нашего плана, нашей работы, конкретно как работать над самим проектом. Как работать над введением, над основной частью и над итогами. Я думаю, что мы это сделаем на примере одного проекта. В работе Хитрова и его коллег этот проект находится на 240-й странице. Он называется «Вопрос о церковном землевладении правительственной политике 16 века». Итак, церковное землевладение, 16 век. Динамика, как просматривался этот вопрос о церковном землевладении. Значит, и когда я буду объяснять, как работать над той или иной частью, я буду цитировать этот документ. Этот документ и оценка за него, и работа участника по этой теме будут даны в приложении. Вы можете их посмотреть, если у вас не будет возможности получить всю книгу, всю работу Хитрова. Значит, начинаем. Как работать над введением. Значит, эта часть работы состоит из двух элементов. Первый элемент – это постановка цели исследования, тезиса, над которым вы будете работать, потому что тема заявлена в названии работы. Например, вопрос о церковном землевладении в 16 веке. Значит, вам нужно поставить самим цель или обозначить проблему, это близко, тот тезис, над которым вы будете работать. А вторая часть введения – это характеристика исторического момента. Характеристика исторического момента обязательно в введении, она не должна быть очень обширной и многостраничной, но это тот фон, на котором происходят события, который поможет понять, что за документы вам представлены, почему именно такие, почему именно такого содержания, почему они актуальны, и поможет прояснить ряд других вопросов. Итак, характеристика исторического момента должна быть краткой. Все буквально писать не надо, а именно те аспекты освещать, которые помогут в анализе источников. Те материалы, содержание которых ваши источники помогут расширить. Итак, цель исследования в обведении – это, конечно, не то же самое, что тема работы. Вы как бы в этой части определяете вектор, в котором будете работать. Но в этой теме вы лично должны разобраться, что неясно. Например, что неясно в вопросах о церковном землевладении и что требует вот при помощи источников специального рассмотрения. Вот это будете делать вы. Итак, тема перед вами. Вы разбираетесь, что же там неясно и что требует специального рассмотрения. Значит, для того, чтобы цель сформулировать, нужно вам прояснить, в чем тот момент, который неясен. Чтобы этот момент уловить, нужно очень внимательно прочитать все задание, то есть все документы и вопросы. Вдуматься в тему, понять, почему именно эти источники вам предложены. Подсказки содержатся в плане работы, который, вот этот план поможет вам увидеть вопрос, на который придется вам давать ответ. Как вы поймете, что вы узнали проблему, вы увидите что-то новое. Любое познание начинается с удивления. Если вы думаете, ой, а как это, ой, а вот здесь непонятно. Значит, интерес топлива внимания. Если вы думаете, вот это непонятно, у вас появляется энергетика и это удивление. И тогда вы получаете потенциал для того, чтобы работать в этом направлении. Если мы говорим о проекте, о характеристике смуты, в прошлый раз мы говорили, там вопрос выглядит таким образом. А почему автор Бреретон, сражавшийся на стороне Шуйского, считает лжедмитрия законным царем? Почему так? На стороне Шуйского сражался. Вот оно удивление. Да, надо разобраться. И начинаешь читать источник, вспоминать исторические события, только те, которые к этому источнику вы анализируете. Хотя знаете, конечно, больше это вам помогает, то есть базис больше, шире. И вы начинаете уже свою работу. Значит, цель, вопрос, удивление, должна цель формулироваться кратко, строго, может быть, даже сухо, чтобы эмоции не уводили вас в дополнительные аллеи, как говорят классики. Поэтому цель лучше записать на черновике, даже если у вас времени осталось немного. Я вчера и неоднократно говорила о правиле двугорбового верблюда. Сначала вы не поймете ее секунд 11, потом у вас придет этот вопрос, а потом, это первый горб, вы вдруг поймете что-то. А второй горб, когда вы его уже тряхтуете, сделаете таким, каким можно записывать саму работу. Обычно ваша цель начинается со слов выяснить, определить. И она ставится в соответствии с темой работы. А когда вы набросаете на черновике вариант этой цели, вы опять глянете на источники, и ответ первый, она соответствует плану работы, должен быть вами дан. Да, соответствует. Тогда просматривайте источники. Я могу ответить на этот вопрос с помощью источников. Если да, то начинайте дальнейшие действия. Если нет, возможно, придется еще раз подумать над целью. Дальше. Характеристика исторического момента, она происходит вот в обведении. К этой части переходим после формулирования цели. Цель – это фокусировка на вопросе или, другим словом, на мишине, или на тезисе, или на тех рамках, на тех границах, в которых вы будете работать. Здесь главное, кратко, убедительно, самое главное из школьной программы, то, что имеет отношение к теме, изложить. Кратко, может быть, даже сухо. Но именно то, что нужно. Итак, для того, чтобы вы говорили только о той сфере жизни, только о том времени, которому посвящен проект, для этого вы думаете о том, какие исторические процессы имеют отношение к теме, какие хронологические рамки вы будете соблюдать, это очень важно. Дальше. Какие факты, понятия вы будете использовать, возможно, какие-то институты и учреждения вы будете здесь анализировать. Это все желательно, чтобы было отражено в характеристике исторического момента. Теперь давайте обратимся к вопросам, о которых мы говорили. Вопрос о церковном землевладении в правительственной политике. Там представлено четыре документа для вас. Первый документ. Слово иное. Это полемическое произведение о церковном соборе 1503 года. Это первый документ. Слово иное. Полемика. Второй документ. Выдержка из приговора 100 главного собора 11 мая 1551 года. То есть приговор собора. Официальный документ. Третий документ. Выдержка из соборного приговора 9 октября 1572 года. Опять официальный документ. И четвертый и последний документ. Выдержка соборного приговора 15 января 1981 года. Значит, первый документ датируется 1503. Последний документ 1581. Хронологические рамки понятно. Это 16 век. У вас так и написано. Вопрос о церковном землевладении в политике 16 века. В политике правительства 16 века. И тогда вам понятно, каким образом будет выглядеть характеристика исторического момента. Один из авторов, который стал писать эту работу, сделал свою работу. Она оценена на 35 баллов из 50. Сделал свою работу очень интересной. Проверяющие эксперты хвалят эту работу. И я сейчас вам зачитаю, каким образом ставит цель, проблему и характеризует исторический момент участник. Значит, введение, постановка проблемы. 10 баллов, вы помните, да? Он очень интересно говорит. Сухо. Понятно. Каждое предложение емкое. Слушай. К началу 16 века завершается процесс объединения земель с северо-восточной Руси вокруг Москвы. Фраза как для справки, как для энциклопедии. Второе предложение. Возникает новое государство Россия. Оно становится важным игроком на международной арене. Два предложения. Эмоций нет. Речевое оформление. Краткое. Строгое. Третье предложение. Новое государство совсем недавно отвоевало свою независимость от Орды. Скобка дата. 1480 год. Смотрите. Три предложения. Уже понятно, о чем идет речь. 16 век. Объединение земель. Новое государство. Но оно только что отвоевало независимость. Оно как бы на перепутье. Что же нужно, когда государство отвоевало независимость? Участник пишет. Это государство нуждалось в сильной армии. Армия состояла в основном из дворянской конницы. Дворяне или же служивые люди. Как сословия находились на стадии своего становления. Обратили внимание на речевое оформление. Сухо. Строго. Итак. Дворяне находились на стадии своего становления. И они быстро набирали политическую силу. Московские государи именно во дворянстве видели свою опору. Дворяне служили за землю. Земля была главным средством к существованию. И представляла основную ценность в государстве. Поместье дворяне получали от государя. Не могли поместье продать, передать в монастырь и подарить. То есть не имели права свободного распоряжения. Это помогало государству управлять дворянами. Усиливало зависимость дворянского сословия от государевой воли. Вот почему государство остро нуждалось в новых землях. В конце 15 века эта проблема была частично решена. То есть проблема получения новых земель путем конфискации новгородских водчин. А когда земель вновь стало недостаточно, Иван III обратил свой взор на церковные владения. В те времена церковь сосредоточила в своих руках порядка одной третьей части всех земельных владений московского княжества. На протяжении всего 16 века московские государи задумывались о секуляризации церковных земель, но так ее и не осуществили. Это говорит о сложном характере взаимоотношений церкви и государства. Смотрите, несколько предложений, чуть больше 10, половина листа А4, странички А4. Емко, очень емкие фразы, подробно, вся эпоха, даты указаны. Только тот аспект, который касается вопросов землевладения. Водчинное, дворянское, церковное отношение государства к этому вопросу. И дальше цель в своем проекте я постараюсь углубиться в специфику этих отношений. Каких? Взаимоотношений церкви и государства. И разобраться в них. Вспоминаем. Проект называется «Вопрос о церковном землевладении в правительственной политике 16 века». Это название, тема, цель. В своем проекте я буду изучать взаимоотношения церкви и государства. Видите, это близко, но не одно и то же. Тема и цель проблема связаны, но это не одно и то же, как мы с вами уже увидели. Смотрите, как оценивают эксперты введения. Введение оценивается на 10. А оценку, очень интересно, поставили 8. Значит, нашли какие-то недостатки, хотя, конечно, написано оно хорошо. Как эксперты оценивают введение? Добротная характеристика исторического момента. Само слово «добротная» говорит о том, что да, понравилось, хорошо сделано, старательно. Дальше. Попытки ограничения церковного землевладения корректно в введении, связаны с историческим развитием государства. Вот для чего мы описываем исторический момент. Раз попытка, два, еще одна попытка ограничить церковное землевладение. Она то получается, то она не имеет большой поддержки, то эта поддержка получается. Значит, вот это и нужно изучать. Показана важность военной силы для молодого государства. Показано, что эту силу составляет дворянская армия. Показано, что еще совсем недавно отвоевана у Орды независимость. Дальше смотрите, что пишут эксперты. Очень хорошо показана зависимость дворянского сословия от земли. Показан служилый характер поместных земель. Охарактеризовано экономическое положение церкви. Указано, сколько земель было в то время у церкви. В общем, одни сплошные похвалы. Какие же недочеты. Значит, не сказал автор, а можно было сказать о неслуживом характере церковной земли. То есть откуда она у них бралась и должны ли они были отрабатывать наличие земли церковники. Дальше. Не сказал автор, что если, раз нет земель, церковное землевладение будет расширяться, то в ущерб служилому землевладению. А значит, это приведет к ослаблению военной мощи государства. Видите, какая причинно-следственная связь. И еще в обведении, третий недочет, не указаны источники земельных богатств церкви. Это важные моменты, раз проблема взаимоотношений церкви и государства для того, чтобы раскрыть эту проблему. Значит, этого не хватило в обведении. Видите, какое оно емкое, четкое и все равно не полное. Для 10 баллов. Но оценка 8 – это очень хорошая оценка. И недаром проверяющие говорят, что это добротная, добротная работа. Напоминаю, 35 из 50 баллов. Теперь мы с вами увидели, как формируется цель, формулируется процесс, как вы к ней подходите и как вы ее формулируете. И как надо, желательно, описать четко, кратко, самое главное, относящиеся к цели, как нужно описать положение, исторический момент, историческое положение страны. Следующее. В каждом проекте обязательно должны быть охарактеризованы исторические источники. Опять же, зимой, когда мы с вами встречались, я показывала, у вас есть эти материалы. Краткую характеристику источников мы вынесли на титульный лист работы о проекте. У вас они есть. Вот они вот здесь, видите, все написаны характеристики источника и сами источники. У вас это есть, поэтому я не останавливаюсь подробно. Что же здесь должно быть? Дело в том, что это неповинность какая-то. Взять и расписать, какие источники вам представлены. Здесь нужно и сказать, что это за источник, показать, он объективен или нет, достоверен или нет, насколько вот этот конкретный источник вам нужен, чтобы решить ваши проблемы, чтобы решить цель. Что нужно помнить? Источник – это зеркало. В зеркале отражается реальность. Не вся, всю не охватить. Какая-то часть, аспект, сторона, грань реальности отражается в источнике. Но источник группы лиц пишет, индивидуально кто-то пишет и значит субъективен он, может быть. Поэтому это зеркало может быть несколько изогнутым, не сказать кривым. В этой части работы, характеристика источника, вы определяете степень кривизны отражения этим источникам реальности, о которой у вас еще уже есть сведения, вы их уже написали в обведении. Эти ваши сведения, эти ваши мысли. И для себя, просто как образ, как крючочек, зацепочку, а вы, вы являетесь поводырем по реальности, которую вы изучаете. То есть берете этот источник, он вас ведет и вы докладываете, вы выясняете, что там искажено, что не искажено, что очень важно, что можно опустить, избыточный материал какой-то в источнике, хотя там практически нет лишнего ничего. Все уже сделано для вас, чтобы вы могли использовать. Значит, вы используете источник, и вы для источника поводы, или поводы для вас это источник. Все через него вы смотрите, что поможет решить вам проблему. Значит, источники почти всегда немножко искажают реальность и упрощают ее. И если вы не заметите этого, то печать недостоверности будет лежать на всей вашей работе. Значит, вы сами интерпретируете данные, сами устанавливаете достоверность, сами раскрываете свою проблему, поставленную вами, при помощи этой информации. Значит, у вас может быть не текст, у вас может быть есть таблицы, и поэтому, если вы отметите все особенности источника, это очень хороший тон в среде историков, это свидетельство серьезного отношения к делу. На что нужно, на какие вопросы ответить? Три ключевых вопроса – кто, когда и зачем. То есть, кто создал, есть ли автор, не всегда его можно узнать. Значит, как его мировоззрение сказывается на его сообщениях. Второй вопрос – когда. Дата может быть в самом документе. Возможно, придется датировать, исходя из других сведений, потому что там, может быть, указаны какие-то события, вот раньше, позже, в соответствии с этими событиями этот источник появился. И последний вопрос, третий – зачем? То есть, мотивацию автора нужно понять. Например, мемуары могут иметь одну цель, переписка – другую, статистика, представленная вам – третью цель. Значит, чтобы определить тип источника, вы должны, конечно, ответить на вопрос «Зачем?». Классификации источников посвящено немало трудов. Я вам давала несколько, и вот сейчас показала, она прямо на заголовке, на главном листе указана материалов наших зимних. Значит, по какой цепочке мы работаем здесь? Значит, цепочка в работе над характеристикой источника. Определили. И указываем автора, есть ли он есть. Следующий шаг. Указываем на субъективность, на степень кривизны зеркала для данного источника и для данного типа источников. Дальше указываем дату, ну, когда он создан. И дальше характеризуем возможности источника, значимость этого источника для работы. Видите, как просто тип источника, указание автора, отражение субъективизма, когда он создан и характеристика его возможностей. Источникам нужно давать характеристику в хронологическом порядке. Всем, какие представлены. Сегодня мы смотрим там четыре источника, значит, всем четырем в хронологическом порядке. И там вы в этих источниках найдете те сведения, которые помогут решить вашу проблему. Вы ее сами поставили, эту проблему. И брать надо, конечно, не все сведения, хотя там практически нет лишних. Напоминаю опять Никеланджело, который говорил, почему у него такие прекрасные скульптуры. Получается, он говорил, я отсекаю лишнее. И вы также отсекаете лишнее, если увидите, что это лишнее есть. Теперь, как же авторы разные, я сейчас прочитаю вам две характеристики, как они дают характеристику источникам. Значит, давайте посмотрим первого автора. Первый автор характеристику источника дает следующим образом. Перед нами источники 16 века. Они относятся к двум разным царствованиям. Ивана Третьего, даты данной правления, и Ивана Четвертого, тоже даты. В совокупности использование этих источников позволяет проследить эволюцию взаимоотношений церкви и государства. Видите, опять речевое оформление строгое. Позволяет проследить эволюцию, динамику взаимоотношений церкви и государства. Это как раз проблема, указанная автором. На протяжении почти целого века. Первый документ, я уже говорила, это слово иное, представляет собой полемическое произведение, относится к публицистическому жанру. В этом источнике оценка событий субъективна. Остальные источники – это официальные государственные документы. Они имеют силу закона и носят объективный характер. Соборные приговоры, отражающие позицию церковных и светских властей, заслуживают большего доверия, чем слово иное в субъективный источник. За характеристику источника обычно ставят 5 баллов. Здесь дана неплохая характеристика, но автору поставили 3 из 5. Какой дали комментарий эксперты? Типы источников охарактеризованы за это баллов. Возможности для освещения заявленной проблемы охарактеризованы. Какой недочет? Не указано, в чем именно заключается субъективизм слова иного. Очевидно, что указанное полемическое произведение вышло из церковной среды. А церковная среда к замыслам Ивана Третьего могла быть настроена враждебно. Вот такая характеристика. А теперь давайте из другой работы, но по этой же теме, которая в целом менее удачна. Но за этот пункт поставлено там 5 из 5 баллов. Как можно охарактеризовать источники, предложенные мной для вас? Итак, смотрите, что пишет автор другой. Перед нами документы, характеризующие отношения церкви и государства на протяжении почти всего XVI века. Все они имеют характер текстов и даны даты. Первый источник 501, последний 581. Дальше поочередно. Документ слово иное носит субъективный характер. Это источник вторичный, неофициальный, так как является полемическим произведением. Остальные документы следует отнести к источникам. А. Первичным, потому что это конкретные решения, а не записанные из чьих-то слов. Б. Официальным и объективным. Потому что это законодательные акты, то есть соборные приговоры, принимавшиеся официальными органами власти, выборными органами. Документ первый характеризует ситуацию начала XVI века, а остальные показывают прогресс политики Ивана Грозного по данному вопросу. Документ В относится к периоду реформы избранной Рады. Документ В ко времени опричненный. Документ Г – период после опричненной или новой опричненной. И ссылка на учебник Милова, откуда взяты эти сведения. Дальше. Совокупность представленных документов, вывод, позволяет проследить эволюцию царского законодательства в отношении церкви в XVI веке. Смотрите, опять тоже строгий стиль. Здесь 5 из 5 баллов, а у первого 3 из 5. Какая дается характеристика экспертами? Здесь дана полная характеристика источников, показаны типы источников, показаны исторические условия их возникновения. Ну, прям вот то, что нужно делать. Показана степень их объективности и достоверности. Показана возможность использования источников для решения поставленной проблемы. Дальше. Авторы говорят, анализируют, что конкретно хорошего в анализе этих источников. Значит, здесь понятно, что упоминается публицистический источник, упоминаются в них, значит, некоторые другие моменты. И таким образом мы видим, что эта оценка максимально высокая. Теперь переходим к следующей части. Как работать с основной частью? Я думаю, довольно понятно, как работаем мы над введением и как мы даем характеристику источников. Основная часть. Здесь 2, 3, иногда 4 вопроса. В основной части вопросы детализируют тему. Они обозначают наполнение темы, о чем можно говорить, решая проблему. Она самая-самая значительная по объему. И указанием на объем текста и на значимость вопросов в основной части дает разболовка. В сумме обычно это 30 баллов, но где больше всего баллов, тот вопрос считается самым важным. Поскольку мы говорим о взаимоотношениях церкви и государства, то здесь предлагаются 3 вопроса. Первое. Изменения в законодательном регулировании церковного землевладения. В основной части нужно написать в изменениях законодательства. Вам предложены подвопросы. Какие предложения делаются верховной властью? Какие из них становятся законодательными нормами? Как можно связать эти изменения с событиями русской истории? Значит, и на все эти вопросы нужно ответить. В указании для экспертов сказано, сколько там весит ответ на каждый из вопросов. Авторы пишут, на этот вопрос 12 баллов. Второй вопрос основной части. Изменения в аргументации. Как меняются аргументы, выдвигаемые в пользу таких изменений? Это 8 баллов. Ясно, что здесь чуть меньше надо писать. Кто были сторонники и противники изменений? Как меняется состав сторонников этих законов в течение века? Какие силы, они не указаны, но могли бы быть с их противниками? Здесь 10 баллов. В общей сложности вы видите 30 баллов. Значит, в основной части вам надо ответить на три вопроса. Разные проекты имеют разное число опросов, но общее их несколько. И тот, который весит больше всего, требует более внимательной работы и значительного, ну, по объему текста. Значит, разобрались. Отвечаем на вопросы. Желательно, чтобы в ваших ответах присутствовали какие-то промежуточные выводы. Давайте посмотрим, каким образом отвечает выбранный мною автор работы из многих данных у Хитрова, как он отвечает на этот вопрос. Значит, изменения в законодательстве. Он отвечает, в документе А указано, что к концу правления Иван Третий задумывается о секуляризации. Термин представлен. Эти настроения вызывают протесту духовенства. Государственная власть еще недостаточно крепка, чтобы идти на конфликт с церковью, но дает понять церкви неустойчивость ее положения в земельном вопросе. Заметим, что в Новгороде церковные земли были все же ликвидированы, и это произошло раньше написания слова иного. То есть привлекается материал, который помогает понять, как решать проблему. Любопытно, что Василий Третий в 10-е годы, 1510-е годы, был современником формирования теории Москва-Третий Рим. И московский государь должен был восприниматься подданными как защитник церкви и православия. И духовенство разделяется. Не стяжатели во главе с Нилом Сорским выступают против церковного землевладения, но по своим мотивам. А иосифляне во главе с Иосифом Володским ратуют за сохранение и преумножение церковного землевладения. Власть дает поддержку вначале не стяжателям, а после иосифлянам, которые поддерживают государя в разных вопросах. Например, разрешают Василию Третьему развестись с Соломонией Соборовой из-за бездетного брата. Можно сказать, что к началу XVI века отношения церкви и власти носят компромиссный характер. Это промежуточный вывод, ответ на вопрос изменения в законодательном регулировании. Значит, церковь поддерживает трон, а светские власти на время оставляют идеи секуляризации. Дальше рассматривается, помню, в хронологическом порядке. Документ 1951 года. Иван IV, так же как Иван III, мечтает о секуляризации. На практике он ограничивает возможность церкви на получение новых земель. Такое возможно только с разрешения государя. В документе указано с доклада государю. Эти изменения можно связать с тенденцией к общему укреплению власти государя. В 1947 году Иван IV принимает царский титул. И в то же время на молодого царя оказывает влияние митрополит Макарий. Поэтому имущественные права церкви 551 год не затрагиваются в серьезной степени. Вот она, эволюция. А приговор 1972 года, в нем купля-продажа в отчин, разрешена, но тоже с предупреждением, с докладом государю. А земли покупать разрешаются только мелкими монастырями. А те земли, которые владельцы захотят передать в крупные монастыри, законодательно разрешаются отдать на нужды армии. Почему 1972 год? Россия ведет войну с Ливонией и с постоянными набегами крымских татар. Даны даты и кто когда совершал набеги. Митрополит и освященный собор на стороне государя в этом вопросе, но видимо из страха. Они помнят о судьбе тех, кто противился царской воле. И указываются Филипп, Пимин Новгородский и другие. И следующий документ. Иван IV стремится укрепить позиции служилого землевладения за счет ограничения церковного. Приговор 1981 года запрещает монастырям приобретение в отчин любым путем. Разрешаются денежные вклады взамен в отчин. В отчины передаются государю, затем дворянству. Такие меры надо считать вынужденными, потому что фактически крах в Ливонской войне, внешние угрозы, бегство разоренных войной крестьян, искудение дворянства. То есть меры вынуждены. Заметим, что в том же году для поддержки дворянства впервые воется заповедное лето. Что касается позиции церкви, то можно заметить, что церковные иерархи боятся противиться царской воле по причине расправ с недовольными. За эту работу первый пункт из трех в основной части поставили 11 из 12 баллов. Характеристика, помните, добротная. Последовательно разобраны все источники. Дана полная характеристика изменений. И изменения корректно связаны с событиями российской истории. Небольшие недочеты. Вы посмотрели пример, не образец, пример, как это делается, чтобы понимать, что, как работает в основной части. Следующий был вопрос. Изменения в аргументации. Как они описываются? Аргументация следующая. Ограничить церковное землевладение необходимо, поскольку оно наносит вред службе. В первом документе их четыре. Во втором аргументация становится разнообразнее. Нужно укрепить армию, чтобы расправиться с многочисленными врагами православия. И дальше это продолжается. Значит, аргументация в каком документе, как звучит, прописана, дана оценка. Значит, тут поставили 8 баллов, из 8 баллов 3 балла, потому что не все источники охарактеризованы, их четыре, помните, да? А во втором источнике как бы автор обо всех сказал. Но требуется, чтобы каждый был проанализирован. Значит, источник 3 и 4 ВЭГ должны были быть привлечены. А что же является недочетом? Так, а недочетом является то, что аргументация в пользу ограничения земель исходит от церкви в лице нестяжателей. И аргументы там не про добро там для государства, а они носят идейный характер. Это не связывается с пользой для служилого землевладения. Сама власть в лице Ивана Третьего никак не аргументирует необходимость секуляризации. Не сказано, значит, развернутой аргументации в источнике 4, где говорят о утверждении бесполезности и даже вредности церковного землевладения. То есть не вся динамика дана, возможно, у автора не хватило времени. Это не полная оценка 8 баллов, но все-таки 3 балла участник получает. Мы с вами увидели, каким образом характеризуется второй из трех вопросов в основной части. А третий вопрос, кто были сторонники и кто противники изменений. Автор пишет, сторонники нестяжатели, противники большая часть духовенства. На тот момент еще независимая от власти государя. Это в первом документе. В дальнейшем церковные служители вынуждены соглашаться с властью. Эти документы приняты одновременно и властью, и церковью. И в числе сторонников изменений стоит назвать дворянство, позиции которого усиливаются. Можно высказать предположение, что бояре-вотчинники могли противиться ограничению имущественных прав церкви. Наверное, по двум причинам. Во-первых, из духовных соображений, потому что передача земли церкви – это верный способ очищения от грехов. То есть, помните, на помин, отдавали часто землю. И во-вторых, из соображений, что следом за церковью, вотчина отнимут у самих ватчинников. Из 10 баллов поставили 7. И говорят, что главный недочет – это не освещена позиция удельных князей братьев Ивана. Не освещено, как опричный террор и репрессия влияла на эти положения, на это отношение. Таким образом, мы посмотрели очень коротко, как раскрывается проблема, как достигается цель в основной части. Вы отвечаете на те вопросы, которые вам заданы. Вы их записываете, под ними ответ, и вы решаете проблему, используя каждый документ. Что же у нас дальше? А дальше заключение. Как работать над заключением? Это очень небольшая часть работы. В ней обычно 5 баллов. Для того, чтобы написать заключение, нужно вернуться к началу работы, сформулировать тему проекта. Значит, еще раз для себя. Посмотреть цель. Посмотреть промежуточные выводы. И дальше вы обобщаете. Считается, что вы все уже в 9, 10, 11 классе способны к теоретическому обобщению. Так оно и есть. И поэтому вы формулируете эти выводы четко, коротко. Посмотрим, как это делают разные авторы. Значит, выводы у первого автора. На протяжении 16 века растет зависимость церкви от государства. Под контроль государства переходит часть церковной земли. Происходит постепенное перераспределение земли в пользу дворянства светского землевладения. Что в интересах государства? Так как укрепление дворянства – это укрепление армии и военной мощи России. Хороший вывод. Из 5 – 3 балла. Что не указано. Как события российской истории влияют на изменение отношений церкви и светской власти. Уже в введении вы об этом говорили. Надо просто сформулировать коротко в выводе. Почему эти отношения эволюционируют в сторону подчинения церковных интересов общегосударственным. Это не указано. И дальше общая оценка. 35 из 50 баллов. Работа сильная, добротная. Написано довольно неровно. Видите, оценочное осуждение. Как прописано в экспертной оценке. Но, конечно, вывод к данному проекту может быть и, возможно, несколько другим. Смотрите, 4 балла за вывод поставили из 5. Какой это вывод? В течение 16 века церковь потеряла ряд своих привилегий. Была ограничена властью царя. Уже Иван Грозный был готов выйти из подчинения церкви. Церковь теряет свои позиции в управлении страной. Роль церкви при принятии важнейших государственных решений сводится к простому одобрению решений царской власти. По сути, закладываются основы для процесса обмерщения, который начнется в следующем столетии. В выводе этом и в выводе предыдущем фактически формулируется новое знание. Поэтому вот за этот вывод чуть побольше, хотя здесь есть и, возможно, вот на один балл некоторые недостатки. Ну что ж, надеюсь, вы поняли. А теперь давайте посмотрим типичные ошибки. Ошибка невнятно поставлена цель. Ошибка неопределения хронологических рамок работы. Ошибка, что факты вы отбираете случайно, а не в рамках темы и цели. Ошибкой является, что нет понятий и те, которые используются, используются некорректно. Очень большой считается недочет, если в ходе работы у вас нет ссылок на документы и прямых цитат. Это очень большой недочет. Плохо, когда нет промежуточных выводов. И, конечно, если вы подводите итоги наиболее общим способом, не очень четко, широко. Это типичные ошибки. Есть и другие. И как вы сможете увидеть, что еще может не получаться? Только попробовав написать. А как написать? Сначала, наверное, имеет смысл взять проекты для девятого класса. Я сказала, где вы их можете найти. Попробуйте написать такие. Не надо читать ключи. Ключи даны к каждому проекту. Сначала напишите, а потом в соответствии с этими ключами вы сможете увидеть, насколько хорошо вы поняли, как это делать. Потом, возможно, надо брать проекты темы для десятого-одиннадцатого класса. Попробовать таким же способом писать. И когда несколько проектов вы сами создадите, вы набьете руку до навыка отработаете, что как надо писать, вам будет уже приятно, а не страшно работать с проектом на самой Олимпиаде. Ну а как же можно, что можно посоветовать по работе над проектом, самые общие рекомендации. Я опять образно скажу, вы, и я даю несколько характеристик, вы бинокль, вы этот бинокль рассматриваете. Что это за источник, насколько он объективен, субъективен, значит, какая часть этого источника поможет решить вашу проблему, заявленную вами. Можно сказать, не бинокль лука, можно сказать микроскоп, а можно сказать, что вы диггер, копатель, археолог. Вы раскапываете, отсекаете лишнее, да, и берете то, что нужно для того, чтобы решить вашу задачу. Дальше. Итак, вы бинокль, вы знаете фактологию, вы понимаете исторический процесс. За работу с источниками вы садитесь с карандашом. Для того, чтобы хорошо написать работу, источник должен быть вашим главным героем. Помните, я говорила, свидетельствуя о ином, вы свидетельствуете о себе. Если вы свидетельствуете о источнике, значит, берете оттуда сведения, именно те, которые нужны, вы как раз и показываете, насколько вы готовы к такой работе. Вы должны совершенствовать аппарат научного языка и речевое оформление источника, мы сегодня говорили с вами об этом, должно быть строгим, лаконичным и емким. Дальше. Конечно, надо, если вам попадется, например, таблица, группировать данные в блоке уметь и не сбивать прицел, не терять и не менять тезис, не менять мишень, не менять цель, не отвлекаться на лишнее, что интересно, но не относится к решению вашей проблемы. Вы наводите на резкость именно тот материал, который нужен вам для решения проблемы. Конечно, для того, чтобы научиться работать с источником, нужно много времени. Возможно, вот этот обзорный материал, который я вам дала, возможно, недостаточно будет для этой работы. Но вы знаете, где найти. Я сказала, и кроме того, вы можете, опять же, спрашивать у бывалых олимпиадников, у тех, кто уже писал и знает, что это такое. Последние слова будут такими. Хорошо на региональных олимпиадах проект пишут не очень многие участники. В средний балл до 30 где-то, очень редко бывает более 40. Но все-таки есть проекты на 2, на 3, на 5 баллов из 50. Они встречаются. Хотя на олимпиаду приезжают лучшие школьники, победители муниципальных олимпиад. Поэтому о том, как писать историческое сочинение на олимпиаде, вы разобрали. О том, как писать исторический проект на олимпиаде, вы разобрали. Ответы на ваши вопросы вы найдете в тех работах, которые я вам рекомендовала. У олимпиадников бывалых. И поэтому я желаю вам успехов на региональном этапе олимпиады и далее. Спасибо большое вам за внимание. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.